Собственность Кировской области передали 296 квартир для бюджетников. Сегодня губернатор региона Игорь Васильев и заместитель генерального директора компании «Уралхим» Сергей Мамцимлидзе подписали соглашение о передаче служебных квартир. Напомню, несколько лет назад служебное жилье при участии правительства области строила Кировская ипотечная корпорация в рамках программы «Служебное жилье». Спустя время организация оказалась в стадии банкротства. Чтобы обеспечить обязательства перед кредиторами, имущество Крика было выставлено на торги. В том числе служебные квартиры. Председателем совета директоров «Уралхим» Дмитрием Мазепиным по предложению депутату Госдумы Рахима Азимова принято решение выкупить это жилье. Всего 296 квартир. По всей области, где в таких квартирах на условиях долгосрочной льготной аренды проживали врачи, учителя, работники культуры. На это было выделено более 200 миллионов рублей. В рамках соглашения о соцпартнерстве, квартиры переданы региону, сейчас в правительстве рассматривают вопрос о возможности передачи квартир в собственность многодетным семьям, которые уже проживают в данных помещениях. Замгендиректора «Уралхим» Сергей Мамцемлидзе отметил, что компания поможет таким семьям решить этот вопрос. У них, конечно же, возникнет тогда необходимость оплатить подоходный налог со стоимости квартиры. И компания «Уралхим» готова за свой счет компенсировать стоимость этого налога. Но если там квартира стоит порядка 800 тысяч миллионов рублей, то это 100-130 тысяч рублей компания «Уралхим» возместит многодетным семьям. У нас, конечно, соглашение далеко не первое. Это вопрос благоустройства области города Кирово-Чапецка, а не только Кирово-Чапецка, а вообще тех городов, в которых компания так или иначе присутствует. Это и Мураши, и еще много других диспортов. Мы занимаемся вместе с компанией вопросами поддержки детского спорта, образования, профориентации. Очень активно в этом направлении с компанией «Уралхим» сотрудничаем.